всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео хотел поделиться одной интересной фишкой которой я сам редко пользуюсь я думаю что и вы тем более еще реже пользуйтесь но недавно возникла просто потребность в этой вещи и я решил записать на эту тему видео вдруг кому будет будущем полезно речь идет о том что порой бывает такое что нам нужно в проекте использовать какие-то очень длинные файлы точнее их короткую часть но сам файл очень длинный то есть мы привыкли что есть нам нужно какой-то сэмпл загрузить или loop мы просто перетаскиваем либо из встроенного браузера в logic ищем папку где у нас лежит какой-то сэмпл лупого перетаскиваем там прослушиваем перетаскиваем либо просто из finder напрямую в проект лоджика затаскиваем перетаскиваем файл то есть это все знают все это умеет и все этим пользуются я в том числе но бывает такое что файл очень длинный пример у вас при есть какой-нибудь звук природы там шум океана как правило там эти сэмпл они там длятся от 15 и больше минут там чуть ли не до часа вот или замкань пение птиц но любой какой сэмпл которым нужно или им про есть вы работаете с озвучкой допустим какого-то проекта по такой фильм например у вас есть короткий отрезок и вам нужно наложить перезвук например людей там толпы до какой-нибудь город вы скачивать или там приобретаете какой-то сэмпл он может там длиться очень много у вас например короткий короткая сессия то есть если я по привычке просто импортирую сюда в поле проекты свой файл он просто мне здесь растянет весь проект на час вот грубо говоря у меня здесь есть для примера есть вот такой файл со звуком толпы и вот он по длительности как мы видим так то есть вот он длится порядка одного часа вот соответственно конечно же с этим ну работать сложно то есть мне в мой маленький проект нужно засунуть шум толпы и перетаскивать сюда у меня проект весь на час растянется потом какой-то фрагмент обрезать двигать ну бывает не так удобно поэтому есть одна интересная фишка который вот как я уже сказал редко мы пользуемся но о ней важно помнить у нас есть встроенный браузер аудиофайлов в конкретном проекте это здесь также справа закладки project и я могу импортировать не сразу в рабочую область файл а сперва только в браузер то есть я могу этот сэмпл длинный со звуком толпы просто перетащить напрямую в проект сейчас единственно только мне сконвертирует частоту дискретизации то есть таким образом что я могу сделать я как бы у меня этот файл уже в проекте он сохранен в папке с проектом сам файл но он не используется пока что в окне аранжировки ну я думаю что это в принципе так понятно и сейчас когда у нас конвертации закончится этого сэмпла я смогу показать вам что в таких случаях делать чтобы не забивать по времени если сразу скажу если кто-то работал файл к например там функция выбора вот таких вот скажем регионов она чуть-чуть поудобнее то здесь прям такого функционала нету я очень надеюсь что может быть будущих версиях logic она появится но так или иначе в принципе это выход из вот таких ситуаций что мы имеем у нас создался файл и он по умолчанию нас показывается как целый файл здесь садим можно прослушать но в чем суть нам нужно взять короткий фрагмент еще раз если сейчас просто перетяну его в поле аранжировки у меня также он перетянется весь на час и расширит мне весь проект все разъедется мне нужно будет потом все это дело весь масштаб там переделывать и убирать конец проекта обратно ставить на нужную мне позицию и так далее то есть много ненужных действий поэтому я просто сейчас здесь возьму и ограничу диапазон прям максимально короткий то есть либо сначала либо с конца то есть я могу здесь просто зацепить за угол и просто двигать и двигать прям вот до маленького какого-то фрагмента если как я уже сказал здесь не не позволяет к сожалению увеличить масштаб то есть очень неудобно в этом плане но мы можем взять этот короткий фрагмент импортировать его сюда и как видите он прям встал уже практически в соизмеримо с нашим с нашей сессии вот то есть я ходить конечно часовой файл он слишком длинный здесь очень неудобно подгонять но так или иначе у нас уже появился такой короткий фрагмент это еще раз напомню это работает с каким такими фоновыми звуками если вы работаете над постпродакшеном фильмов какую-то озвучивать сцену при нужно к утепени птиц вы нашли сэмпл который длится целый час там с пением птиц и вам не важно конкретно какое пение вы просто вам нужно какой-то просто кусочек взять любой вы можете здесь прослушать то есть понять где вам больше всего нравится примерно набор звуков и примерно там выставить и импортировать то есть это конечно же не подойдет для каких-то музыкальных моментов по штамм все должно быть четко все по сетке ну все должно синхронизировано и ну собственно там материал должен быть тот который нужно они просто какой-то произвольный а вот когда касается какого-то шума там при белый шум какой-то или какой-то там спецэффект и он очень длинный ну или как правило эмбинс какой-то то вот таким образом можно очень удобно укорачивать такие длинные сэмплы импортировать их проект далее кстати тоже чтобы например этот файл вас не занимал вот видно здесь занимает порядка 600 но около 650 мегабайт это конечно очень много для одного сэмпла учитывая что нужен всего лишь один файл то есть можно его просто будет взять и например там сделать фейдин фейдаут нажимай control shift я делаю их и просто control клика здесь есть закладка конверты можно просто сконвертировать в новый аудио файл то есть мы вот этот уже обрезанный регион частичку вот этого большого файла просто конвертируем в новый уже короткий файл а тот просто можно удалить ну собственно так я показывал в другом видео по поводу менеджмента файлов в logic pro 10 ну что я думаю что здесь все понятно очень полезная функция как уже сказал начале видео сам с ней недавно столкнулся в ее надобности и вот решил с вами поделиться вдруг вам тоже пригодится с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве увидимся с вами следующих видео всем пока